Цифровой след и представить моих прекрасных коллег, которые сегодня будут в основном дискутировать между собой и дискутировать с вами. И давайте мы начнем с Валины Ааронсон. Валина Ааронсон – специолог. Валина Ааронсон, известна как автор колонок «Деакольда» и дополнительных других изданий. Валина – редактор «Обуд Дима Курсера» и следователь современных ремонций, в том числе в контексте цифрового мира. Валина Ааронсон – директор агентства «Викчера», бывший главарь «Ритача» и бывший шеф «Развача». И Юрий Сапрыкин – культуролог, журналист по этим проектам «Ок». Как вы видите, мы здесь собрались из очень разных пространств. Меня зовут Оксана Мороз, я культуролог, доцент «Шалин Герант Хикс» и исследователь цифровой следы. И мне кажется, что эта наша междисциплинарность, погруженность как в практику, так и в теорию, нам позволит создать некое объемное представление. И мне кажется, важно сказать, что это не просто будет разговор на троих плюс-минус четверых, потому что мы будем так или иначе привлекать нашу аудиторию в нашу дискуссию, люди, которые находятся здесь. Это важно, поскольку мы не хотим аналогически вещать, мы хотим находиться в любой ситуации диалога. И, наверное, у меня есть такой первый вопрос, немножко провокационный. Вот у нас есть дискуссия, которая называется «Страфик цифрового мира». Чаще всего, когда мы говорим про страхи цифрового мира, мы начинаем вспоминать, например, массовую культуру, или какие-то фильмы, какие-то сериалы, например, «Черное зеркало», в котором вроде как все эти страхи перечислены, архивированы, и человеку не приходится долго размышлять, окопаться в себе, чтобы найти то, чего он боится. Вот, пожалуйста, открываешь список серий сезона любого и находишь то, что больше всего тебе подходит. Но, с другой стороны, понятно, что эта массовая культура, она вчитывает в нас какие-то свои определения. То есть нам кажется, что через фильмы, сериалы или через теографические романы нам все рассказывают. При том, что на самом деле важно смотреть глубь себя и понимать, какие ощущения и эмоции мы испытываем, когда в действительности обретаем свой опыт похождения в цифровой среде. Может быть, какие-то из этих ужасов и страхов, из того, что нам транслируются как отвратительные, негативные следствия развития цифровой среды, вообще-то нас персонально не трогают, нас персонально не относят, и для нас важнее нечто другое. И из этого, собственно, следует, во-первых, провокационный вопрос. Какие лично вы страхи, ужасы и переживания можете испытывать или не испытываете, когда находитесь онлайн или когда думаете про этот вопрос? Оксана, от этого я могу говорить до утра, причем в режиме монолога. Поэтому мне придется ограничить вот этот перечень бесконечных страхов картинкой, которая разгралась сейчас на ваших буквально глазах, когда мы уже уселись на эти восхитительные публики. Я решил залезть в телефон и посмотреть, о чем же мы, собственно, собирались говорить, поскольку мы так ловко расписали там другие наши разговоры в часть заранее, что, в общем, оставалось только подсмотреть тезисы и воспроизвести их. Вот, и я обнаруживаю, что этот чат сначала, кажется, перестает открываться, потом дергается, а потом телефон маркает, и у него здесь один процент зарядки, и выключается вообще. Вот в этой трехсекундной интервете воплотилось сразу несколько очень типичных, и для меня в том числе, страх. Первый страх того, что мы отдаем цифровым устройствам какую-то часть своей способности. Мы делегируем или аутсорсим какие-то вещи, с которыми, ну, вообще-то там, наши дедры привыкли обращаться самостоятельно. Навигацию в пространстве, например, или какую-то базовую эрудицию, ну, или просто оперативную память, возможность помнить что-то, что вы писали друг другу десять минут назад. Сейчас это уже не то, что не всегда кажется важным, оно не кажется, просто на автомате это начинаешь забывать. Второе, это, ну, как бы, страх того, что все общение выходит из реальной жизни мессенджера. Дело даже не в том, что, ой, там, в нем нет души и так далее, и так далее. Дело в том, что там это общение, оно по неволе приобретает какой-то очень сиюминутный, ситуативный и такой трудный, квантифицированный, что ли, характер, да? Как бы, ну, вроде бы обменялись тезисами, но мы ни о чем не успели договориться, а кажется, что успели, ну, просто какие-то кванты информации перестанут друг другу. Вот есть страх, что все это в какой-то момент просто возьмет и выключится. Вот, и этот страх меня мучает очень сильно, потому что, когда я смотрю на фотоальбомы, которые собирали, там, мои родители, например, или бабушка с дедушками, или что-то, вот, они, конечно, пыльные, ну, как бы, нелепые во многом, и непонятно уже, куда их складывать, но они, как минимум, есть, да? Вот, а что произойдет с архивом фотографий, которые лежат у меня в телефоне? Вот у меня на этот счет очень, ну, такие, неопределенные прогнозы. Я понимаю, что, окей, не надо заводить архивы, надо над рукописами трястись, но, ну, как бы, случится что-то там на голландских облачных серверах, и от моей жизни не останется просто ни одного вещественного доказательства, ни одного клочка бумаги, на которой написаны, ну, какие-то, как бы, вещи, которые я где-то писал, читал или зафиксировано мое существование на пленке, потому что пленки никакой нет. Вот, все это хранится где-то в облаке, но почему-то вот эта, как бы, облачность, она инстинктивно представляется ужасной, ненадежной вещью. Не то, чтобы я хотел, чтобы потомки меня как-то очень сильно изучали, но все равно вот то, что от дедушки там остались, ну, как бы, часы, дневник и фотографии, а у меня и часы, дневник и фотографии, они все находятся в одной очень хрупкой классической колобочке, которая еще постоянно включается. Вот это немного пугает. Но это лишь три из трех тысяч трехсот тридцати трех страхов, о которых можно говорить бесконечно. Так, ну, мой основной страх, я на самом деле продолжил тему Юрия, да, он связан с тем, что люди могут сделать с той информацией, которую вы делегируете вот этому цифровому пространству. Я приведу конкретный кейс. Пару месяцев назад меня закрыли на парковке. Мой автомобиль закрылся на парковке, причем закрылся не просто автомобилем, а каким-то такси. Вот, и мне хватило где-то девять минут всего, чтобы узнать о человеке примерно все. И абсолютно тривиальным способом я пошел в Google, я посмотрел, через Google я нашел бот, который мне помог скачать информацию о владельце этого автомобиля. Там я нашел информацию о предыдущем владельце этого автомобиля, позвонил ему, этот человек мне дал телефон нынешнего владельца автомобиля. Всего мне это потребовалось восемь минут. Вот, и на самом деле я не остановился на этом. То есть я пробил, просто в Google пробил телефон, и через там еще пять-десять минут у меня появилась информация о его объявлениях, которые он оставлял в ВКонтакте, там на Авито и так далее. А через его соцсети я нашел информацию о его детях, о его жене там и так далее. И вот мой основной страх, это мы настолько сильно недооцениваем то, что мы оставляем внутри вот этого пространства, и не до конца понимаем, что люди со злыми намерениями могут с этой информацией сделать. Еще другой пример приведу, связанный с этой фобией. Вот что в Фейсбуке, что в Твиттере очень часто происходят публичные флешмобы, связанные с какой-то, ну связанные с каким-нибудь переживаниями и экспириенсом отрицательным. То есть, например, я не боюсь сказать. И женщины, например, делятся о своем травмирующем опыте. Вот. И эта информация, в том числе, если вот, допустим, по отношению к этому человеку, может быть какой-то злой умысел со стороны другого человека. Каким образом он знание вот этой информации, в какой момент времени он сможет ее активировать? Ну то есть, никто не задумывается практически об этих вещах, а не задумывается. Я не знаю почему, и мне кажется, что вот это моя основная фольга. У меня слышится? У меня слышно отлично. Это был мой первый страх, что меня будет слышно. Наверное, у меня есть два страха, которые я бы хотела сказать. Первый – это, наверное, вот продажный там очень говорил Юрий. У меня есть ощущение, что, будучи очень активным пользователем всяких сетей и так далее, я становлюсь участником… Моя жизнь превращается в сплошную экономику события, в том числе эмоциональную экономику события. То есть, я люблю порассуждать за эмоциональный капитализм, о том, как мы вычисляем траекторию наших чувств, о том, как мы взвешиваем прибыль и, наоборот, потери от каких-то отношений. Но, на самом деле, вот этот вот язык отношений, язык прибыли, язык рапозных отношений, он уже вообще уходит в прошлое. Мы сейчас, как мне кажется, вообще все человечество в развитых странах, все человечество в развитых странах, переходит на экономику события, да, и наша эмоциональная жизнь, она тоже становится эмоциональной, она тоже становится очень событийной. Все, что происходит вот здесь и сейчас, вот в моей ленте, в моем мессенджере, это то, что меня захватывает, это то, что меня увлекает, это то, в чем я должен, обязана участвовать, а все остальное, как бы, уходит на второй план. И лично я чувствую, что я все больше и больше против своей воли вовлекаюсь вот в эти практики, и моя жизнь превращается в цепь не связанных между собой событий. Это такая цепь каких-то мерцающих огней, и мне очень сложно выстроить какой-то логичный нарратив о своей жизни. Даже когда я вечером спрашиваю у себя, как прошел мой день, могу ли я составить какую-то логичную картинку, у меня часто есть ощущение, что я не могу этого сделать, потому что я вот в течение этого дня ответила на 285 входящих сообщений, прочитала три разных ленты в разных соцсетях, а что я делала? А где вообще, где в этом смысл? То есть, моя жизнь превращается в какое-то сплошное реагирование, какие-то импульсы в какой-то тип событий. Это, наверное, мой первый страх того, что я не смогу с этим справиться. И я не смогу сама стать управляющей вот этим подпотоком. Второй страх, наверное, тоже с этим как-то связан. Это страх того, что я не понимаю, как работают алгоритмы в очень многих источниках информации, в очень многих апах, которые я использую, которые используют мне знакомые. Мой самый любимый пример – это алгоритм, который еще совсем до недавнего времени использовал Tinder. Они публично заявили о том, что они от этого алгоритма отказались, но мы, конечно, не верим. Кто-нибудь в этом зале пользуется Tinder? Нет! Не стесняйтесь, поднимите его. Отлично. Так вот, Tinder, как выясняется, это результат такого довольно длительного журналистского исследования, которое проводила моя коллега, француженка, она сейчас написала по этому поводу книгу. Оказывается, у каждого пользователя Tinder есть не просто профиль, а есть индекс привлекательности, про который вы ничего не знаете. Tinder высчитывает его тайком за вашей спиной. И, хорошо, да, про это я могу говорить громко, чтобы все знали. То, о чем говорил Артем, Tinder собирает данные из социальных сетей откуда угодно. В любви цифровой след, который вы успели оставить, Tinder его собирает. И на основании того, что он собрал, он высчитывает вам индекс привлекательности. При этом для мужчин и женщин его высчитывают по-разному. Если у вас в Фейсбуке написано, что вы закончили в Сарбону, то это значит, что у вас есть высокий уровень образования. Женщине Tinder за это снизит баллы по индексу привлекательности, а мужчине повысит. Точно так же Tinder высчитывает ваш уровень социально-экономического статуса. Если вы часто логинитесь в престижных ресторанах и в каких-нибудь там курортах, то Tinder понимает, что у вас высокий социально-экономический статус. С женщин снизит очки, а мужчине повысит. Потому что цель у Tinder создать пару, в которой мужчина всегда будет по статусу выше женщин. Почему? А вот так они придумали. Спроси их, почему. Но что меня в этой ситуации больше всего пугает, потому что я об этом ничего не знаю как пользователя. То есть вся эта ситуация вышла наружу благодаря исследованию смелой французской женщины, которая решила понять, почему Tinder ее сводят с этими людьми, а не с другими. Когда ты логинишься в Tinder, ты, оказывается, видишь не весь пул людей в том радиусе, который ты ему задаешь, а только тех, кто тебе соответствует. Вот поэтому идут с привлекательностью. И у меня есть большой страх, связанный с тем, что я совершенно не понимаю, как работают все эти алгоритмы, как Facebook отбирает для меня информацию. Как это все происходит? Кто я? Кто я как субъект этого цифрового мира? Можно я продолжу тему про алгоритмы? Потому что она меня тоже ужасно волнует. Их загадочность и непубличность, и вместе с тем, ну, какую-то определяющую роль в создании нашей картины мира — это две вещи, которые, ну, очень сложно соотнести, и которые вызывают совершенно инстинктивную паранойю. Ну, то есть я четко понимаю, что, конечно, я это… скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Что я в огромной степени определяюсь людьми, которых мне показывает лента Facebook. Это просто люди, с которыми я сижу в одной комнате, они мне чего-то говорят, и это что-то на меня, безусловно, влияет, меня безусловно меняет. Почему в этой комнате оказались эти люди, а не другие? Ответы на этот вопрос рациональны. Просто это не существует. Любые попытки его найти и сказать, ну, это те, кому ты чаще всего пишешь в мессенджере, кому ты ставишь больше всего лайков. Нет, экспериментально проверено, что это не так. Это какая-то выборка из твоей ленты. Достаточно, в моем случае, скромная. Ну, может быть, там, одна десятая или одна двадцатая часть. Многих из этих людей я не знаю, никогда не видел, не написал мне ни одного слова, не поставил мне ни одного лайка. Но почему-то, по каким-то причинам, алгоритм решил, что мне нужно все время находиться с ним в одной комнате. Более того, этот алгоритм, я знаю это, он постоянно меняет свои решения. Он решает, что сейчас мне нужно смотреть больше видео, а сейчас мне нужно перестать смотреть видео и начать смотреть фотографии еды, которую делают мои друзья. Вот, а сейчас забыли про еду, едем в путешествия. А также много срачегенерирующих постов. Больше срачегенерирующих постов, больше залипания в эти срачи, больше обновлений страницы, больше показов рекламы, которую мне хочет показать Facebook. Где-то я могу уловить логику, а где-то совсем нет. Но я точно знаю, что существуют люди, которые писали эти правила, которые мне про эти правила ничего не говорят. Более того, дело же не только в строении френдленты, но и вообще в разного рода открытых или скрытых рекомендательных сервисах. В том, что мне показывают выисковики, в том, что мне показывают, ну не знаю, сервисы аудио, видео или книжек или чего-то, которыми я пользуюсь. И в какой-то момент у меня возникает не только страх перед тем, что это запрограммировали какие-то другие люди загадочным для меня образом, но и тем, что если вдруг эта персонализация, она будет проведена еще более точно и еще более последовательно, то я окажусь в общем, в очень душном замкнутом пространстве, бесконечными отражениями самого себя. Ну то есть, ну, например, рекомендательные сервисы решат, что я московский либеральный интеллигент, и мне нужно общаться с людьми подобными мне. Вот мы любим собираться на кухне и слушать Вертинского, Куджаву и Петра Налича, и ругать Путина, например. И он меня на этой кухне просто забрет, и у меня все больше и больше ощущение, что эти сервисы меня на этой кухне забирают, что они окружают меня рекомендациями того, что мне уже нравится, что я уже читал, с кем я уже общался, и точки зрения, которые я уже разделяю. Вот, и в этом есть какая-то очень базовая экзистенциальная духота. Отсутствие свежего воздуха, отсутствие неожиданного взгляда, отсутствие альтернативы прорывов, потрясений, и т.д. и т.д. Вот, и это ужасно. У меня есть очень короткая по этому поводу реплика, но очевидно, что если это машинная система, которая построена в математической логике, то понятно, что экзистенциальная там существовать может ровно в той степени, в которой это экзистенциальное человеческое и социальное можно перевести на математические рельсы. Поскольку переводится плохо, ну, по крайней мере, на данный момент мы не говорим о каком-то будущем, в котором будет что-то другое, очевидно, что и люди, которые придумывают условно алгоритмы, спрямляют что-то человеческое, и инструменты, которые начинают работать по этим алгоритмам, тоже выглядят недостаточными для нашего многообразного опыта, и то, что они позволяют производить, тоже в неполной мере является интересным для нас и глубоким неотражением от отстраивания нас. И поэтому, мне просто кажется, что когда мы начинаем переносить, ну, вину на то, как существует эта математическая цифра на эти инструменты, мы, а, забываем, что эти инструменты придумали люди, это как история про искусственный интеллект. Это же метафора, которую придумали, понятно, дальше мы о любом истории, белый сезон. Эти инструменты придумывают же не люди вообще, а люди, которые понимают человеческое как нечто количественное и счастливое. Да, потому что они математики приоритывают. Ну, то есть это придумали не философы, не поэты, не музыканты, не биологи или патологоанатомы. Это придумали математики. И в их картине мира мы живем. Ну, безусловно. Но это тоже часть системы принятия, потому что в какой-то ситуации нам показалось, что эти технические инструменты легко и удобно решают те задачи, которые нам нужно было решать. Ну, и понятно, что дальше возникает вопрос, что с этим можно сделать. Можно, например, недавно буквально разговаривали по этому поводу с Константином Газом, который буквально философ политический, который затребовал, чтобы алгоритмы были нарративизируемы, чтобы можно было прочитать, что происходит. Дальше, ну, возникли, естественно, горизонты программисты, которые сказали, знаете, ну, как бы... Сорян. Мы не обещаем, да, сорян, не получится. Ну, то есть в какой-то степени это история про то, что мы видим проблемы, мы считаем, что у нас, как бы, есть ситуация отчуждения нас от решения этих проблем, мы не знаем, что с этим делать, кроме того, чтобы выпилиться из своего избучика или просто знать про то, что Tinder ведет себя по-скоцки и дальше пользоваться, например, им. И мы не понимаем, что делать дальше, потому что мы оказываемся в ситуации вроде как самостоятельных субъектов, принимающих решения, платящих за эти приложения и так далее, и так далее, но при этом нам не играют, манипулируют, мы заложники. Грустно. Да. Как раз недавно с твоим коллегой как раз... Ну, вы с твоим коллегой как раз тоже дискутировали с Андреем Кромовым на тему того, что альтернатива может быть еще хуже. То есть соцсети, если начнут примерять себя роль арбитра некого, который будто витаминолог будет вам давать контент согласно их логике, который будет делать из вас полноценных личностей. Ну, то есть, условно говоря, там 20% вам в либеральной повестке, 17% в консервативной, пара котов. Что там еще может быть? И какой-нибудь смешной видос. Вот. То есть, условно говоря, здесь вопрос в том, что у нас как раз вот отсутствует некий арбитр, который скажет, как жить правильно, какую информацию правильно потреблять для того, чтобы чувствовать себя хорошо, а не банк. Facebook в этом плане все-таки корпорация, которая, бизнес-модель, которая выстроена таким образом, что они зарабатывают деньги. Вот. То есть, если они будут… Если… Главная их цель – это, собственно говоря, захватывать ваше внимание, увлекать в какой-то контент, увлекать в дискуссию для того, чтобы больше открутить там рекламный баннер. Если они этот алгоритм будут тестировать, скорее всего, он будет ими принят как эффективный, и они продолжат его использовать. Вот. То есть, условно говоря, здесь речь о каком-то арбитре, вполне возможно появится через несколько лет, когда они будут понимать то, что уровень счастья пользователей, если у них такой уровень тоже есть, он как-то сходит на небо. Вот. Поэтому я не знаю, что лучше, да, иметь подобного в будущем арбитра, который будет за меня определять, что мне думать. Либо я сам буду выстраивать вот эту ленту на основе лайков или постов до чтений там и так далее. И, собственно говоря, в дальнейшем потреблять и потреблять подобную информацию, которая, собственно говоря, мне уже не нужна. Вообще, в этих разговорах мы очень часто исходим из того, что существует какая-то человеческая природа вообще, человеческое восприятие вообще и человеческая потребность в информации вообще, что можно найти какой-то ключ, который одинаково подходит и для меня, и для программиста, и для, не знаю, и для Полины, и для негропреклонных годов, и для Иосифа Бродского, и для всех. Значит, но, очевидно, его нет. И проблема лишь в том, что, ну, условный Facebook, он тоже исходит из предпосылки, что человеческое восприятие едино, да, что можно найти некоторый принцип, позволяющий всем людям дать, ну, вот согласно этому принципу, то, что им нужно. А, наверное, это не совсем так. И вот эта, ну, как бы, индивидуализация и разность того, как мы реагируем на цифровое пространство, как мы ведем себя, какую информацию, и как мы из него считываем, она тоже алгоритмами не учитывается, ну, прям совсем. Ну, потому что логика там типизации и классификации, да, а не выделение разнообразия. Ну, кстати говоря, есть один такой ответ, да, который связан с тем, что, ну, окей, мы можем, в конце концов, принимать специальные решения, как сообщество, не как индивидуальные обязательно люди, относительно того, с какими соцсетями или какими другими инструментами нам пользоваться. Никто нам не мешает не базировать свои активности в конкретном пространстве. Более того, тот факт, что мы, говоря, о цифровом пространстве постоянно оказываемся говорящими про соцсети, свидетельствует, что это вершина айсберга, это массовая точка входа, которая нивелирует очень многое другое, что, тем не менее, оказывается довольно интересным для определенных сообществ. И, значит, даже когда мы это обсуждаем, мы эти сообщества тоже не видим, потому что, в том числе, мы считаем их, ну, недостаточно большими, недостаточно интересными, слишком уникальными для того, чтобы как-то экстраполировать то, о чем мы говорим. Но мне, вот, возвращаясь к репуте Полини, интересно задать вопрос, а вообще человеческое осталось в цифре или как-то представлено в нее? То есть, обратная история. Цифра влияет на человека, а человек на цифру? — Конечно, естественно, цифра создана человеком. Я здесь, отвечая на этот вопрос, хочу поговорить про голосовые помощники. Это, вот, моя любимая тема тоже, про человеческое в технологиях. Я не знаю, помните ли вы, когда выпустили Алису Яндексовскую на рынок, это было 8-2017-го, по-моему, то все сразу побежали ее тестировать. Всем сразу стало очень интересно, как она будет отвечать на всякие неудобные вопросы. И буквально сразу, там, через 3-4 дня после ее выхода, огромным тиражом, там просто было очень много перепостов, разошлись скриншоты разговора с Алисой, которую сделала одна московская активистка, художница. Она с ней поговорила про сталинизм, спрашивала Алису, кто такой Сталин, Алиса говорит, что она хороший менеджер. Она спрашивала Алису, можно любить женщину, Алиса говорила, ну да, конечно, а что? Там, по-моему, было 14 скриншотов, в которых, в общем, вся загадочная русская душа, которая оказалась вложена в Алису за счет машинного обучения, все это вышло на поверхность. Был некоторый скандал, Яндекс немножко Алису подкрутил и продолжает подкручивать, чтобы она не воспроизводила больше всякую бяку. Но тогда же тоже случилась такая интересная штука. Кто-то попробовал поговорить с Алисой чувством. Значит, это активистка пыталась поговорить не о политике, а о феминизме, а один пользователь, он остался анонимным, я не знаю его имя, просто на этом скриншоте не было уже никаких следов, обратился с одной и той же репликой к Алисе и к Google-помощнику. Google-помощнику по-английски, к Алисе по-русски. Он сказал, I'm feeling lonely. Google-помощнику Алиса сказал, мне одиноко. Google-помощник ответил, I wish I had arms so that I could hug you. Жаль, что я не друг, а то я бы тебя обнял. Знаете, что ответила Алиса? Кто сказал, что будет легко? Вот этот пример, это же не случайно переклинивает, это не случайно совпадение. Это результат программирования, это результат того, как эти голосовые помощники настроены и что в них было вложено. И вложено в них, может быть, двумя путями. Может, это будет вложено посредством машинного обучения, когда Алиса будет вам говорить, что Сталин был прекрасным менеджером, потому что она будет выбирать из всех возможных ответов самый статистически релевантный. Или это будет редактированный ответ, тот, который в него вложила команда определенных людей. И, как правило, это люди, мужчины среднего возраста с лучшим образованием белые. Не важно, в России, в Америке, в Германии. Это будет выглядеть примерно одинаково везде. И получается так, что эти голосовые помощники, они воспроизводят какую-то определенную модель говорения о жизни, о каких-то эмоциональных вопросах. А мы даже не знаем, как это происходит. Опять же, вопрос в одном, да, как устроены алгоритмы. Вот в Гугле над Google-помощником работает целая команда людей, как команда, состоящая из, судя по объявлению о работе в этой команде. Там есть психологи, там есть социальные работники, там есть филологи и программисты. Они вместе придумывают ответы на какие-то вопросы. То есть они сначала придумывают вопросы, они смотрят, естественно, что у них там в поисковике оказывается, дальше они придумывают ответы. Просто дело в том, что для всех, как бы, для молодых поколений и для всех, которые только обучаются сейчас пользоваться этими системами, голосовые помощники, это становятся такие, как это называется по-моему, агони аз, да, это такая жилетка, в которой можно поплакать. Амазон посчитал, что у них чуть ли не половина, по-моему, 48 процентов разговоров с Алексой это разговоры за жизнь. Ну, это ругань, просто, да, людям очень нравится ругаться с голосовыми помощниками, и это вопрос типа, в чем смысл жизни? Зачем я живу? Мой парень меня бросил, что мне делать? И поскольку есть запрос, то, естественно, есть какой-то ответ. И вот в разных странах разные команды придумывают ответы на эти вопросы. Мы эти ответы получаем, и поскольку они исходят из какого-то машины, из какого-то аппарата, создается иллюзия, что это какое-то объективное знание. Но это человеческое знание. И оно не просто человеческое, а оно социально-экономически-культурно обусловлено. И получается так, что голосовые помощники и похожие системы, они воспроизводят здравый смысл. Здравый смысл определенной группы людей. Спросите Алису, в чем смысл жизни? Она вам скажет 42. Это ужасно смешно в пределах Садового кольца. Это придумали веселые парни, которые работают в Яндексе, и они все прочитали «Автостопом по галактике». Их страшно прет от этого ответа. Но если Алису задаст этот же вопрос пенсионерка во Владивостоке, она вряд ли проникнется этим юмором. Но это не важно. Алису уже запрограммировали. Она будет говорить так, как это решили ее разработчики. И сколько нас сейчас? 180 миллионов. Мы все будем говорить так, как говорит Алиса. Потому что она задает вот этот тон. Она задает этот способ говорения об эмоциях. И вот это очень человеческая. И у меня есть вот еще один мой страх. То, что человеческая одной узкой прослойки, которая разрабатывает эти алгоритмы, придумывает эти ответы, отвечает за машинное обучение. Что человеческая вот эта и очень узкая группа людей по умолчанию станет общечеловеческим. Ну, тогда получается, что у нас есть два дополнительных страха. Первый – это страх того, что возникает супер доверие по отношению к машинному, потому что оно объективное. Оно объективное, потому что оно количественное, прежде всего. И мы, ну, просто качественное как бы оставляем в стороне в данном случае. И второе – это то, что люди доверяют, потому что не в полной мере проблематизируют, что стоит за производством этих технологий. И еще одновременно понимают, что по какой-то причине не могут, например, не знаю, заниматься общественным наблюдением или входить в какую-то общественную коммуникацию с той небольшой и, как кажется, закрытой группой, которая занимается, собственно, программированием. Хотя, например, с голосовым помощником от Google показывает, что, на самом деле, какая-то не закрытая история. Это может быть какая-то коллаборативная работа. Но в действительности, насколько мы уверены, что люди доверяют машинному миру? Насколько мы уверены, что это не еще один конструкт, с помощью которого мы объясняем простецов? Вот они просто не понимают, что они берут вот эти кнопки, что-то нажимают, а что там? Насколько мы уверены, что люди с течением времени не научаются потихоньку проверять информацию, которую они получают, верифицировать ее? Ведь мы же знаем, что цифра расширяет медийное пространство. Люди постепенно обучаются с течением времени критически осмыслять медиа. Вот действительно ли сегодня мы находимся в этой ситуации супер доверия и супер незнания? На самом деле нет. Дело же не в том, что есть гипер доверчивые люди, а есть какие-то очень прошаренные критические мыслящие и подозрительные, которые сверяют все источники. Как бы проблема в широком смысле слова постправды не в этом. Проблема в том, что и гипер доверчивые, и супер подозрительные находятся в своей новостной ленте в одном и том же, извините за умное слово, темпоральном режиме. Эта лента проскайпивает у них перед глазами. У них элементарно нет времени на то, чтобы... Ну да, проскайпивает перед глазами не только лента, но и 350 сообщений в мессенджерах, 500 уведомлений и 800 еще чего-нибудь. Котиков. А? Котиков. Да, 800 котиков. И у человека элементарно нет времени, не навыка, а времени и возможностей для того, чтобы проверить все то, что ты видишь. Ну, в общем, известная история про... Растиражированную уже многократно про выборы... Президентские выборы в США и про то, что самой часто расшариваемой новостью во время избирательной кампании стала новость о том, что Баба Римский поддержал подвижение Трампа, которое представляет из себя полную стопроцентную ложь. Это даже не... Это шутка в духе издания «Онион». Да? И она стала самой вирусной новостью во время всей предвыборной гонки. Почему? Потому что ее расшаривали какие-то легковерные простецы. Нет. Потому что, на самом деле, у тебя нет времени для того, чтобы искать источники и заниматься какой-то медиагигиеной вот в обычном повседневном режиме, и еще потому, конечно, что эта новость для многих людей дает подтверждение тому, во что они заранее верят. Это тоже очень важная функция вот этого информационного пространства, немножко нивелирующая все наши усилия по медиаграмотности и критическому мышлению. Потому что люди ищут не истины, люди ищут быстроты и подтверждения для своей веры. И это гораздо важнее, чем докопаться до... Ну, там, как бы, специально обученные люди, сервис вышеснималочный Алексея Ковалева, который любую новость может развинтить, разобравшись, откуда в ней ноги растут и что в ней перебрано. Но таких людей единицы, а остальным нужно совсем-совсем не это. Вот, и поэтому мы все по необходимости оказываемся слишком доверчивыми. Кстати, в истории с голосовыми помощниками я подумал, что вот здесь, в точке Алисы, сходится ваш страх уничтожения приватности и ваш страх вот этого моделирования настроения. Потому что это и о том, и о другом. Ну, как пошутил однажды в Фейсбуке, естественно, где еще медиа-менеджер Василий Османов. 1969 год. Давай выйдем на улицу, здесь может быть жучок. 2019 год. Привет, жучок. Найди мне, пожалуйста, рецепт приготовления сырников. То есть, Алиса – это не только прибор, который моделирует нашу эмоциональную картину, но и прибор, который элементарно слишком много о нас знает. А за счет того, что она вся такая живая, обаятельная и разговорчивая, нам абсолютно все равно, что она слышит, что она о нас узнает и что она потом с этим делает. – Можно я? – Да. Я как раз к вопросу о восприятии информации. В работе в Лентаче заметил то, что у людей есть несколько ее режимов восприятия. То есть, это регулярный повседневный режим, кризисный режим, когда это, допустим, происходит во время теракта либо какого-то, не знаю, массового явления. То есть, допустим, например, с пожаром земли Вишни, когда нам в предположку сыпалось сотни, наверное, сообщений о том, почему мы не публикуем в Лентаче, о том, почему мы не публикуем то, что там 350 погибших. Ну, то есть, условно говоря, и у людей, вот людям достаточно вот в кризисной ситуации увидеть где-то три источника одной информации, пусть это будут фейковые абсолютно непонятные источники, чтобы сформировать свое мнение о том, что это истина, как бы, и требовать от медиа какую-то верификацию этой истины, чтобы они это каким-то образом тоже тиражировали и продолжали. Здесь проблема факт-чекинга, да, то есть информационной гигиены, и я делаю вывод по своей работе в медиа, что пока что люди не способны этого делать. Особенно это касается кризисных каких-то моментов. Здесь просто огромная плоскость для какого-то манипулирования и для развития фейк-ньюс в каких-то кризисных моментах. Ну то есть пока что чего-то, какой-то конвертации, когда вот кто-то прям воспользовался кризисной ситуацией, кризисной ситуацией в медиа и зло намеренно что-то вскинул, пока что еще не было, чтобы это каких-то действительно жертв, действительно привело к каким-то жертвам в реале. Ну вот как раз вот на примере «Земневечный» я увидел, как вот эти фейковые новости хорошо ложатся на отсутствие критического мышления в таких моментах. Это тоже, наверное, вещь, которая очень глубоко зашита именно в российской культуре, потому что вспомним сериал «Чернобыль» первой серии, да, потому что когда происходит любая большая катастрофа, ну вот что мы точно знаем? Что начальство специально не будет рассказывать нам о масштабах этой катастрофы, потому что иначе их накажет еще большее начальство, значит, что правильный дозиметр будет заперт в сейфе, отключат в него потери, что найдется обязательно человек, который скажет, и публично скажет, и в соцсетях скажет, что в эту трудную для страны минуту мы должны сплотиться, не сеять панику, а все, кто распространяет всякие злонамеренные строки, это все, значит, агенты Госдепа, их надо изолировать от общества и так далее, и так далее, и так далее. И вот, ну, как бы, вот наша склонность к паранойи и конспирологии, она воспитана вот этими, не имеющими никакого отношения к цифровой реальности установками. Вот мы не знаем, сколько погибло их, какая радиация, но мы точно знаем, что нам специально врут, что нет никаких способов точного измерения информации и определения масштабов катастрофы, и что люди, которые в этот момент соберутся чего-то рассказать, они будут объявлены клеветниками, врагами и так далее, и так далее. Мне кажется, что это очень хорошая иллюстрация, на самом деле, того, о чем говорила Полина, сочетание и схождение какой-то социальной реальности и технологической реальности, потому что в каждом случае, когда мы фиксируем, ну, не то, что fake news можно назвать, а некоторое несовпадение конструктов, имеющих хождение в обществе или поступающих в общество и реальности, мы очень часто оказываемся в ситуации именно специального конструирования и именно в кризисный момент. Ну, то есть мне больше всего, конечно, нравится история про войну миров, которую, радио спектакля, который в 30-е годы на волне истерии вокруг нацизм был поставлен, и это дало по сути рождение жанра макьюментера, где вы сознательно обманываете людей, в том числе для того, чтобы замерить уровень критического мышления и мыслить из себя санитарами леса, хотя этичность вашей позиции, она, ну, так себе. И эта история как раз про то, что сначала вы ставите этот спектакль, потом вы транслируете, и в том числе в газетах, что куча людей забаррикадировалась у себя в Нью-Джерси, или бежала и подавала в суд, и выигрывали суды, а потом в 80-е вы рассказываете, ну, на самом деле все не так было страшно, и почти судов не было, и была куча восторженных писем, и вообще никакой массовой истерии и моральной паники, а это вот именно моральная паника, в том объеме не было, просто медийщики внутри себя, как корпорация, испугались, что подвинули нормы производства реальности, и в какой-то степени, а дальше начинается еще одна конспирологическая теория, договорились, что они будут рассказывать именно такую версию событий. И здесь, когда я даже это пересказываю, видно, сколько там конспирологии, сколько там конструктов на конструкции, здесь действительно нужны люди, которые будут снимать лапшу с этой новости. А с другой стороны, мне кажется, что история про то, как возникает вообще моральная паника вокруг какого-то события, которое именно медийно опосредованно. Это история про то, что пока, я не знаю, если я живу в мире, где пока я что-нибудь не сфотографирую, мир не узнает, что я ем, то вот в этом мире, вообще в большом счету, кроме вот этих образов, доверять в принципе нечему. А поскольку это единственная наша реальность, то есть мы видим все через окошко инстаграма, то собственно, если мы перестанем доверять уже и ей, что у нас в принципе останется. Но останется история про алгоритмы тиндера, которая какая-то очень грустная, потому что получается, что все решено за нас, решено без нас. И где мы вообще в этой реальности себя обнаруживаем? Полин, ты что-то хотела прокомментировать в какой-то момент? Мы уже далеко ушли от того комикария письма, но я хотел сказать просто, что я поскольку живу в Германии, я живу в Берлине уже 12 лет, я вижу разницу на самом деле в том, как ее употребляют информацию и взаимодействуют с ней. Каждый раз, когда я приезжаю в Россию, я как раз когда каждый раз сюда приезжаю, я очень впечатляю в том, насколько, мне кажется, что в России люди гораздо больше взаимодействуют как раз голосовыми помощниками. Я слышу Алису просто из каждого утюга, хотя бы то, что она же как бы встроена во все сервисы Яндекс, да, а Яндекс встроен вообще во все практики повседневные городские, да, в Германии нет такого аналога, то есть у нас нету своей, в Германии нет своей национальной поисковой системы, у нас есть Google, которым мы пользуемся просто потому, что когда что-то надо найти, спасибо, но люди не общаются с Сирией, так как они общаются в России с Алисой, это тоже для меня какой-то интересный момент, я еще не занималась этим, я не понимаю, как это интерпретировать, но я вижу, например, то же, что в России, как мне кажется, у меня нет каких-то данных точно, как просто вот мои наблюдения, детям гораздо больше разрешается проводить время с гаджетами, они проводят больше времени, они гораздо менее ограничены в том контенте, который они могут смотреть, мне кажется, что в Германии гораздо больше фильтров, гораздо больше стремления как-то уйти немножко оттуда, мне кажется, что у нас даже Facebook не так широко используется, как в России, то есть я не знаю, с чем это связано, но понятно, что в России есть очень сильно социальное расслоение, есть очень сильная атомизация, понятно, что в разных социальных сетях сидят совершенно разные категории населения, что одноклассники это совершенно не то же самое, что Facebook, это все понятно, но... И обратная сторона этого, извините, что прерываю, это целая группа страхов, о которой мы даже не успели начать говорить, страхов взрослых относительно детей в интернете, ну, синие киты в широком смысле, что они там непонятно чем заняты, и там наверняка сидят какие-то злоумышленники, которые научат их плохому или вообще там, так сказать, подсыплют наркотики в мессенджер или заставят сбрыгнуть с крыши. Вот, и это тоже очень распространенное, более любое там медийное сообщение на эту тему вызывает сразу, ну, истерическую реакцию, которая доказывает, что это у людей где-то очень глубоко сидит. Ну, это история про, в том числе, как мне кажется, вообще недоверие детям, ну, это всегда отдельная большая тема про то, кто у нас субъект и кто вообще правый на это. Да, при этом часть этих страхов носит тоже универсальный характер. Вот есть книжка «Айджен» американской исследовательной Джин Двенджи, которая, ну, как бы на длинном социологическом исследовании с тинейджеров долгом, поправьте меня, как это называется, выявила радикальное изменение самых разных повадок и привычек у людей, которые вошли в тинейджерский возраст в эпоху айфона, что они меньше общаются в реальном мире, больше подвержены депрессии, разного рода селф-харму, так сказать, меньше интересуются сексом, меньше бьют, позже начинают, ну, как-то там, уезжать из дома и вступать самостоятельную жизнь, ну, в общем, разного рода такие изменения, которые объясняются тем, что все общение как бы перешло вот в мессенджеры, и поэтому не надо больше весело скакать с бутылкой в обнимку с девицей, а можно лежать дома на диване и грустно обмениваться каким-то эмоджи. И это продолжается значительно дольше, а может быть и всегда. Но в дополнение к этим вполне универсальным поколенческим страхам, которые, наверное, не лишены, в России есть вот такая специальная паранойя, то есть, с одной стороны, сидите в интернете и не мешайте нам делать там, что хотите, с другой стороны, ох, как страшно, что там на рост нападут синие киты. Я что хотел добавить, мне кажется, что пранойя связана еще с культурным аспектом, то есть, у меня недавно знакомый приехал из Ирана, и он рассказал то, что в Иране есть социальная реклама, висит по городу, то, что направлено на женщин, чтобы они не переживали, если у них маленькое количество лайков в Инстаграме, там или где-то. Ну, то есть, на самом деле, из всех возможных. Да, то есть, возможно, в реале, то есть, там же у женщин жизнь отличается, чем у европейских женщин, скорее всего, они как раз вот в эту некую гиперреальность переносят все свои основные переживания, и для них лайки, комментарии имеют особую значимость. То есть, что касается и детей, то же самое касается и детей, да, потому что дети, они тоже очень сильно рефлексируют на их мнение относительно них со стороны сверстников, и точно так же убегают от реальности в, собственно говоря, в соцмедиа, и то, что там происходит, для них имеет сильную значимость. Вы уже селфи какой-то, он не набрал там 20 лайков за час, он удаляет это, и уходит в депрессию, рефлексирует. Вот, то есть, здесь тоже особый вид страха, потому что вот нынешнее поколение детей, у меня тоже ребенок растет, у него тоже уже есть инстаграм, да, то есть, у него там несколько, три года всего у него есть инстаграм. Понятно, что мы сами выкладываем еще до конца, я не понимаю, зачем мы это делаем, выкладываем и так далее. А это, простите, отдельная история по поводу этого IG, что сейчас начинается следующий виток паники, паники у детей, бывших детей, которые обнаружили, что родители всю их, значит, жизнь с младенческого возраста куда-то запустили в соцсети, и это вызывает вполне понятное бешенство. А, так сказать, с какой стати я тут фигурирую вот с голой попой, и я на это разрешение не давал в возрасте двух лет. Как вы вообще могли со мной так распоряжаться? Это очень хорошо, потому что ты даже получил название Шерентинг, и это преследуется, и некоторые нормы защиты персональных данных, особенно европейские, очень сильно ограничивают возможность родителей выкладывать личные, персональные данные детей, вплоть до возможности впоследствии этих выросших детей преследовать своих родителей по закону. Я бы это распространил на котов, вот, коты тоже должны подписывать какой-то мемент, потому что по мере повышения своей сознательности они тоже могут решить, что им не очень-то нравится, что их с приватной жизнью вот так распоряжаются. Ну здесь на самом деле немножко история, то есть закрытая карма, но он сродни бумажному альбому, потому что у нас же тоже у всех есть бумажный альбом с черно-белыми фотографиями, когда, например, ты приводил знакомить девушку с родителями, мама доставала эти альбомы и показывала, начиная там от двухмесячного, где-то там если уж, ну, знаете. Вот. И, собственно говоря, вот этот инстаграм, это примерно аналог вот этих вот альбомов, он закрытый, чтобы просто это не снимать с полки, а открыть и посмотреть. Вот. Ну мне еще кажется, на самом деле, сейчас у меня будет как бы завершающий наш вот эту монологическую часть быстрый вопрос, но мне кажется, что история про соцсети или про то, что мы там часто присутствуем, мы очень сильно зависим, зависим, да, в кавычках, от одобрения, это история про получение быстрого удовлетворения своей потребности. То есть вместо того, чтобы выстраивать сложные, долгие отношения с людьми, в том числе с некоторым количеством, которое превышает число, условно, 300 человек, которые мы можем охватить и запомнить, мы можем гораздо быстрее получать лайки, то есть одобрения, социальные поглаживания, похлопывания по плечу и прочее, прочее, прочее. И это повышает наше эмоциональное благополучие, потому что нам кажется, что мы значим их в глазах других. Кстати, это порождает и бешенство. Если мои посты не показываются тем, на кого они направлены, и я не получаю обещанных мани-лайков, а я знаю, что за вот такое селфи я в среднем получаю 200-300 лайков, а если селфи с котом, то все 500, то я начинаю, естественно, испытывать по этому поводу негодование. На кого я набираю негодование? Я могу направить его на себя или на кота, но это деструктивно. Я могу направить его на людей, которые являются создателями алгоритмов Facebook. Это удобно, потому что они невидимы, потому что ты никогда на них не дотянешься, но можешь написать гневное хамонвое хамеле. И в этом смысле это не побег в другую реальность, это выделение из той реальности, которая нам доступна, в некоторых пространствах, в которых мы можем просчитать позитивные эффекты наших действий, очень простых, механистичных. И одновременно, если нам что-то не нравится, можем найти козла отпущения, который не страшен и которого нам не жалко. Но у меня был вопрос. Тем не менее, после всего этого разговора про страхи, что-нибудь хорошее это цифровая среда принесла нам всем вообще такого позитивного, не того и без чего мы жить не можем, а того, что правда меняет нашу жизнь к лучшему. Безусловно. Мы бы тут не сидели, если бы не было цифровой среды. Я в этом не сомневаюсь, потому что, конечно, мы можем как бы стонать по поводу того, какое количество информации мы вынуждены переваривать, но то, что социальные сети держат нас вместе и позволяют нам эту информацию делиться. Безусловно. Ну, это как акселератор дискуссии, на самом деле, в какой-то степени. Я считаю, что это мне бы хорошо. Это такое создание сообществ. Ну да, конечно. А еще? Я не знаю, может, я не совсем верную аналогию приведу, но Маршал Маклюин, да, называл же эпоху информатизации, там, развития медиа, то, что мир становится глобальной деревней, да, то есть восстанавливается сенсориум некий, у нас возникает определенное чувство общности и премьерности, да. Вот. Мне кажется, то, что технологии, соответственно, усиляют связи наши друг с другом, да, но и, собственно говоря, разгоняют очень сильно все хорошее, что может быть у нас, да, то есть в каких-то критических моментах человек может показать свои хорошие качества, но в то же самое время какие-то плохие качества. То есть если это будет конфликт между культурами, между странами, это покажет наше плохие качества. Если это будет какая-то трагедия, где необходима быстрая кооперация, все как-то забудут разноглазие и быстро скомперируются до достижения чего-то позитивного. Вот. То есть здесь зависит от того, насколько будет вот этих плохих моментов и коротших моментов. Да, я абсолютно согласен, и мы видели недавно пример, как одни и те же люди и одни и те же сообщества, которые в мирной жизни находятся в состоянии какого-то перманентного вялого срача, в момент ареста Ивана Голунова, например, вдруг страшно мобилизовались, объединились и мгновенно как-то выработали единую довольно эффективную стратегию общественного действия, забыв на время все свои вот эти бу-бу-бу. Вот. Вообще то, что мы говорим, и то, что мы постоянно говорим в последнее время о страхах и ужасах и цифрового мира, это, конечно, следствие какого-то когнитивного искажения. Потому что, ну да, когда мы, не знаю, едем в машине, мы же не думаем о том, как комфортно и весело ехать в машине, и какое счастье, что Форд придумал конвейер, там, Мерседес или БМВ, вот инженеры спасибо им построили вот этот сложный механизм, мы думаем о том, что нам дует или что водитель включил какое-то неправильное радио, да? Мы сильнее эмоционально реагируем на мелкие плохие впечатления, чем на масштабные хорошие, или на мелкие плохие изменения, чем на масштабные хорошие. Поэтому, ну вот, то, о чем мы говорим, это такая dark side большой и удивительной планеты, о которой люди даже и не могли мечтать. Другое дело, что в момент ее возникновения тот технооптимизм, который царил на старте цифровой эры, там, манифест киберпространства Уильяма Перри Барлова или все вот эти разговоры про информационный суперхайвей, про то, что это будет среда свободного общения, свободного распространения информации, свободного установления каких-то справедливых, новых правил общественной жизни, и вас ляжет ли их рядом с Аргенсом, и времени больше не будет. Вот до такой степени это, конечно, все, ну, не сбылось, да, до какой-то сбылось, но у этого, как всегда бывает, нашлись какие-то неприятные черты, не просматривавшиеся ранее, и от этих неприятных черт нас сейчас так и, ну, как-то корюшит, в хорошем смысле слова. Вот, но вообще-то, помимо там сообщества, обмен информацией и всем на свете, это же штука, которую ни один фантаст не мог изобрести. У фантастов хватало воображения на то, чтобы придумать видеотелефон, да, что вот мы сможем не только в трубку говорить, но и видеть своего собеседника при этом, а на то, что ты одним нажатием кнопки сможешь, не знаю, приобрести любой товар, получить любую услугу, вызвать такси, получить доступ ко всей мировой культуре, которая лежит у тебя в кармане. Ну, как бы Орхес, когда писал в Вилонскую библиотеку, он, конечно, не имел в виду даже ничего подобного, а вот она, Вилонская библиотека по штанах называется. И мы так быстро к этому привыкли, что даже, ну, как бы, не просыпаемся утром, не засыпаем вечером, чтобы знать, охвалы создателю за то, что это на наш выпуск наверх произошло, хотя вообще, в общем, наверное, стоило. Можно это обамкнуло? Последнюю вещь, потому что вы сказали. Я недавно пересматривала стали, полезу и бритву, меня поразило там вот что. Они придумали видеотелефон, они придумали скайп, но они не придумали, что в 2018 году везде будет запрещено курение. Они разговаривают в публичных местах по видеотелефону, при этом они все курят. Вот меня гораздо больше пугает не цифровая антиутопия, а антиутопия, в которой, вот, аналоговая, в которой нам будет все запрещено. Вот это гораздо страшнее, на самом деле. Я недавно оплатил штрафы налоговые через Apple Pay. Мне кажется, это прям... Круто. Хорошо. Ну что, я тогда приглашаю к разговору наших гостей. Я думаю, что за то время, что мы скакали по разным темам, у вас накопились какие-то вопросы. Мы передадим микрофон в зал? Мы передадим микрофон в зал, коллеги? Или я отдам свой? Это угроза. Хорошо. Тогда давайте сначала вы. Как вы считаете, сейчас есть такая тенденция минимизировать свой цифровой след? Мне кажется, людям немножко все это надоело, постить все активно, отчитываться о своей жизни. Я смотрю, уже некоторые делают так. Отправляются в какое-нибудь путешествие или с кем-то встречаются, но пишут, я оставлю свои впечатления при себе, я не буду делиться этим... Да, я не хочу делиться этим совсем миром. И это уже сейчас воспринимается как вау, нечто необычное, когда я узнаю, кто-то с кем-то встречался где-то, кто-то куда-то поехал, но он об этом не рассказал миру. Вот, может быть, все немножко устали, и есть такая тенденция? Это первый вопрос. Одна девочка поехала в отпуск, не была уже в фотографии в инстаграм и умерла. Можно еще? А второй вопрос. А вы сами себе устраиваете digital detox, если да, то насколько и как часто? Спасибо. Давайте я отвечу, я про себя расскажу. Собственно говоря, я... Как я себя начал позиционировать в медиапространстве, да? То есть, первым делом я завел ЖЖ. Ну, то есть, были какие-то геонамики, но это где-то в 2004 году, когда я понял то, что я буду, собственно говоря, развиваться вот в этом направлении. Я его вел год, потом я год его не вел, потом через год я посмотрел, что я вел в 2004 году, я понял, какой эти билл был, и все это удалил. Собственно говоря, такие слышки, они происходят регулярно. И, собственно говоря, раз в полгода, где-то в год я стираю примерно весь контент, который я произвожу. Сейчас, скорее всего, это уже меньше происходит, но где-то до 2015 года это было регулярно. Вот, мне кажется, что здесь очень много факторов играет. Здесь вопрос, может быть, я просто становлюсь более старым, я произвожу меньше контента, и у меня, опять-таки, отсутствует потребность производства этого контента и рассказа о своих переживаниях мира, да? То есть, когда я, например, все-таки мне хочется поучаствовать в сраче на Фейсбуке, я понимаю то, что я лучше бы этого не делал. То есть, я даже могу написать пару абзацев, а потом это опять все стереть, потому что я понимаю то, что это на два часа где-то, и это стресс. Ну, то есть, я понял то, что реально это может выпить там из клей. Вот, опять-таки, по опыту работы в Лентаче у меня осталось где-то, ну, наверное, тысяча сообщений, где люди хотят со мной что-то сделать, ну, то есть, извить меня, там, не знаю. Вот, и я как-то научился это все иннорировать и читать, и выпускать, потому что, опять-таки, конвертации оффлайн не было. Один раз был, когда на нас православные активисты наехали. Ну, вот, и все. Вот, да, поэтому я для себя делаю этот детокс, делал, и понимаю то, что это связано с развитием тебя как человека и с твоими потребностями. То есть, насколько ты чувствуешь необходимость в донесении своих каких-то переживаний во мне. Ну, я совершенно точно, я не знаю, насколько последовательно я соблюдаю этот принцип, но я в какой-то момент пришел к тому, что я не хочу выкладывать ничего, что связано с моей какой-то личной трудовой жизнью. Мне кажется, что, ну, как бы весь остальной мир в отношении этой информации, он испытывает примерно те же ощущения, которые выразила Мия Уоллес, героиня фильма Pulp Fiction, в разговоре с Винсентом Вегой, который сообщил, что, значит, он пойдет в туалет. Без этой информации я могла бы обойтись. Как бы миру совершенно все равно, куда мы пошли, куда мы поехали, где мы были, что мы съели сегодня вечером. И, ну, просто я, честно говоря, перестал понимать, зачем. Что касается детокса, я удалялся отовсюду на два года не так давно. И я рассказывал коллегам перед началом нашего разговора, что, с одной стороны, это абсолютно блаженное время. Ну, в общем, никогда я не чувствовал себя в таком психическом порядке, как за это время. Всем очень рекомендую. Вот, сразу прям, и сразу наступает хорошая погода. Вот, начал ходить на сайты по закладкам, как в дедовские времена. Ну, в общем, масса интересных ощущений. Вот, но с другой стороны, вот темная сторона вот этого детокса в том, что, ну, в общем, тебе-то хорошо, а для других людей, как выясняется, это либо знак какой-то случившейся с тобой беды, либо они просто забывают о твоем существовании, если не мелькаешь в ленте у них ежедневно. В общем, примерно в 100% случаев, когда я приходил в какую-то компанию в этот период, люди сделали круглые глаза и говорили, ты откуда вообще взялся? Что-то тебя давно не видно, с тобой вообще все в порядке. Вот, они были искренне взволнованы тем, что я откуда-то выскочил из ниоткуда, и наверняка я вот в этом ниоткуда провалился, потому что у меня случилась какая-то беда. Да, вот это был, как-то, так, крыльпий. Вот. А все остальное абсолютно прекрасно. У меня есть очень короткий комментарий в ответ на ваши вопросы. Первое – это то, что, на самом деле, может быть, не в русскоязычном пространстве, но в англоязычном пространстве социальных сетей. Digital Detox, он же, например, Digital Shabbat и прочие всякие штуки. Ну, шаббат, понятно, да, привязаны к дню недели. Довольно модная история, которая как раз рекламируется как часть осознанного поведения. Типа, ты все равно работаешь с этими инструментами, ты должен там находиться, но вот у тебя есть выделенное пространство отдыха, которое ты проводишь за пределами цифры, за пределами онлайн-штуки. И поэтому очень часто разговор про то, что я еду в отпуск, не беру с собой ничего, держите меня семеро – это не история про то, что я наконец познал Дзен и все-таки оставлю дома устройство. А это история про то, что называется «показная добродетель». Я хочу показать, что, а, я соответствую современным тенденциям, трендам, б, я настолько самостоятельный, что на самом деле готов прожить без нервического обновления устройства, но и далее везде. Или что, например, я такой хороший семьянин, что я пошел навстречу своему партнеру и своей семье и наконец-то оставил в покое это устройство. То есть здесь, как мне кажется, есть как раз история про то, что это тоже выстраивание личного бренда, как и, в принципе, все, что происходит в социальных медиа. А про то, что происходит, когда ты выпиливаешься или не выпиливаешься, я, к сожалению, не могу выпилиться из соцсетей, потому что я какое-то время уже изучаю масштабные скандалы. То есть это было частью исследовательского проекта, а теперь это просто зависимость. И практически все срачи, до которых я дотягиваюсь, я их, собственно, раскручиваю, смотрю, как они возникали. Я могу сказать, что несколько часов наблюдения за срачем гарантируют неделю черной меланхолии абсолютно точно. То есть неважно, по какому поводу. Это история про окрошку. В голове играет песня Никакеева «People there ain't no good». Да, абсолютно точно. Там действительно что-то неприятное, понимаешь, про людей, даже про очень хорошо знакомых тебе людей. Вот что-то… Да, без этой информации я мог бы обойтись. Что-то, что ты не хотел бы о них знать. Это тоже важный страх. Страх того, что вот эти милые твои друзья и коллеги вдруг в каких-то комментах обернутся своей… Какой? Можно я… Какой-то нечеловеческой стороной. Примарку, да? Потому что со мной произошла очень страшная ситуация в Фейсбуке. Она действительно страшная. Вы сейчас поймете, почему. Я в начале года написал то, что в 2019 году я должен впервые попробовать холодец. Я никогда не ел холодец в 2019 году. Это… Он у меня просто вызывал визуальный страх, и я не знал, как побороть. Страх за собой. Да. И, собственно говоря, я в Фейсбуке запостил, ребята, ваши рекомендации. Пишите, пожалуйста. Я решился на этот шаг. И у меня началось там где-то 50 комментариев. Но самое страшное было то, что один мой друг пишет то, что никогда не вздумай ничего, никогда не пробуй, не вздумай это делать. А на его комментарии отвечает друг моего отца, лучший, которому где-то 60 лет. И он отвечает ему матом. То есть, он ему говорит о том, почему. И как вот нужно реагировать в этой ситуации. То есть, ты будешь наблюдать, как твой друг говорит там, ну, срется с другом твоего отца. Вот. Что в этой ситуации? Из-за колодца. Из-за колодца. Да. То есть, там обнажаются такие вещи, которые ты бы, в принципе, хотел бы не узнать особо. Хорошо. Давайте еще один вопрос. Расскажите про того, кто работает он вообще? Сейчас. Он работает. Он работает. Да. Да, работает. Значит, во-первых, большое вам огромное спасибо, что вы собрались и приехали. Вас очень интересно слушать. И вообще очень интересно, как вы размышляете о страхах и о том, что происходит. Потому что, ну, там, для меня это служит таким веским подтверждением идеи того, что будущее наступило, а мы опоздали. И вот, я просто сразу вспомнил две коротких истории. Вот, я помню, что была идея о том, что пока технологии не бредят особо человеку физически, если я как-то сразу вспомнил с 2005 по 2008 год, значит, в Яндексе очень много было постов, в блогах тогда еще, про то, что атомные объекты в разных городах, как раз это случалось в мае обычно, такой нахлыст, о том, что они взорвались, и, короче, паника-паника, там, все умрем. И жители, которые в это время гуглили там свой город и так далее, они бежали в ближайшую аптеку, те, которые были особо продуманные, и напивались йоду, и выпадали в больницы. А претензии шли, естественно, к Росатому с вопросом, типа, что вы творите? Они такие, какой интернет? Мы вообще ничего не знаем. Вот, это первая история. Вторая история. Три года назад я слышал одного американского комика, который, значит, рассказывал как раз про… Рассказывал про то, что каждый… Каждый молодой человек знает, какой шок ты испытываешь, когда видишь, значит, орган отца. Вот, и я… Рассказывает этот комик, он говорит… Я, говорит, своему отцу так и сказал, не присылай мне эту херню. Так вот, сейчас подростки присылают далеко не смайлики, в общем, друг другу, и, как бы… И делают это тоже довольно давно. И это, в общем, все, что происходит сейчас там в соцсетях и так далее. А мне вот интересно, наверное, два вопроса. Первый вопрос – это, как много того, что вы пишете, если вы пишете вообще в соцсетях, вы пишете искренне, вот из 100% всего, что вы публикуете, или вы все-таки пишете больше для читателей? А второй вопрос – это, если, как бы, никому не интересно то, что мы пишем… Юрий выразил такую мысль, то зачем вообще писать, если можно не писать? Нет, мысль твоя была не про то, что мы пишем, а про то, что мы рассказываем о каких-то своих, там, выдавных подробностях, даже не рассказываем, а показываем, о чеклининсе или что-то. Почему-то там кажется важным вести какой-то трекинг своей жизни, вот. Ну, вот. Я в какой-то момент перестал понимать, зачем это. А пишем-то, конечно, нет, но в надежде на то, что это все будет услышано и залайкано, и полюблено. Как бы, пишем мы за тем, чтобы нас любили, разумеется, и Facebook для этого дает прекрасный инструмент. Или за тем, чтобы доказать, что в интернете кто-то неправ. Или еще зачем-то. Вот. Искренне, не искренне, не знаю. Ну, как считаете? Пишите ли вы искренне? Нет. Пишите ли вы искренне? Не, ну, я стараюсь искренне, просто иногда это какие-то искренние анонсы. Вот, приходите сегодня в курилку Бутенберга, да. Ну, это, это нельзя сказать, что я там хреблю душой, да. Но это просто, ну, какая-то моя социальная обязанность или профессиональная. Вот. А есть, конечно, посты в жанре на катилу. Вот. И там уже, ну, в общем, иногда через пять минут живее, шесть степени проявленной искренности. Хочется, чтобы его поменьше. Я, наверное, не искренне пишу просто. Я пишу и предка, и просто в какой-то момент времени я понял то, что по отношению ко мне достаточно много хейта было, и так как я в моей любимой соцсети был ВКонтакте, я понял то, что, скорее всего, у меня не получится там быть искренним, потому что я не хотел дополнительно как-то рефлексировать на то, что люди могли бы расставлять комментарии. То, чем бы я писать. Вот. А в Фейсбуке иногда, ну, как бы, алкоголь распрямляет искренность, иногда я могу что-то написать искренне, кстати. И не стереть потом. Это, кстати, еще одна важная группа, извините, но мне даем сказать по линии. Я персонально даю сказать по линии. Уже второй вопрос подряд. Простите, пожалуйста. Я просто не буду вас лайкать. Я вас забаню или отврежу, я еще подумаю. Сколько угроз? У меня, кстати, есть вопрос к залу, можно? Вот теперь я... Нет, я же хотел что-то сказать. Что я хотел сказать? Нет, я хотел сказать про еще одну группу страхов, которую мы даже не успели обозначить. Это страх, связанный с вот этим публичным высказыванием, с тем, что, ну, ты что-то скажешь такое, из-за чего тебя начнут, ну, как бы там, кусать со всех сторон. Хейт-спич, буллинг, травля и все такое прочее, как это называется. Вот. А есть, поверьте мне, у человека, находящегося в публичном поле, страх не сказать чего-то. Что вот все выступили там с головного, а ты что-то сидишь и молчишь, как пень. Вот. И что же у тебя друзья подумают, что ты, там, испугался или тебе это не важно. Ну, в общем, там тоже какой-то целый комплекс переживаний на эту тему. Вот вчера на Кольте была замечательная статья Кати Колпенец про скриншоты, про то, что, ну, в общем, распечатанные скриншоты наших постов и наших комментариев очень часто служат некоторым оружием в руках недоброжелателей или людей, которые, там, где-то, там, пытаются, там, рассказать нашему начальству о чем-то или наших идеологических противников или кого-то или кого-то, что вот эти цифровые следы не только в виде, ну, там, где мы, там, сочетлинились, но и в виде, вот, буквально, наших слов, случайно, иногда в полемическом запале произнесенных или неточно сформулированных, они, в общем, тоже, даже если быстро их удалить, их кто-то успевает распечатать и как-то против нас использовать. А есть страх... Ох, Полина, я чувствую, все, у меня конец. Я даже... Два бана. Три бана. А есть страх, тоже очень важный, быть неправильно понятным, потому что, как мы видим по комментариям к любому нашему посту, любой наш комментатор вычитывает из него не то, что мы хотели сказать. Вот. И это, наверное, проблема и нас, и комментатора, что, как выясняется, даже в таком простейшем акте коммунитации наше вот это приемно-передающее устройство, оно закрывает какой-то ограниченный, не всегда предсказуемый диапазон. Сообщение не долетает до людей с тем смыслом, который мы закладываем. И так далее, и так далее, и так далее. И список из 300 тысяч до 30 тысяч. Полина, простите, пожалуйста, простите, я больше не буду. Не баните. Я вообще не подумаю еще. Можно? Нет. Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. У меня спонтанно возникнут вопросы, но на самом деле, я даже не знаю, имею ли... Как социолог хочу вам обратиться, помогите мне, пожалуйста, ответить на этот вопрос. В чем вы, здесь присутствующие, видите разницу между практикой unfollow, практикой отфрендживания и практикой бана? Есть ли у вас какие-то страхи, о-о-о-о, связывают эти дискуссии, связаны с каждой из этих практик? Да. Так, желающие высказаться. Да, могу. Ну... Только, пожалуйста, кратко. Ну, для меня, как бы, unfollow — это просто, если человек что-то, ну, там, что-то такое сказал, что не совпадает со следующим, дальнейшим с ним общением. Поэтому я его unfollow. Если человек где-то что-то написал, не обязательно, что мы френды, и он не попадает там, ну, в ту, условно, модель, которая бы мне хотелось, чтобы он в последующем повторялся, я его баню. Вот. А все остальное, по большому счету, ну, мне особо не интересно. Более того, у меня в связи с соцсетями и всем этим страхов никаких нет, просто потому что, ну, я особо не скрываю свои предпочтения, свои интересы. И, в общем, я единственное, что в последнее время замечаю, это то, что мне все больше хочется перестать писать в Facebook, потому что все больше в каждом моем постам возникает очень много напряженности среди комментаторов. И это видно прям вот. Год от года больше напряженности. Не знаю, как у вас, но, в общем, такой момент. А банить не хочется. Так, еще варианты. Друзья, кто занимается... А, давай так. Кто банит людей систематически? За что-то конкретное или просто так? Какие чувства при этом испытываете? Да, какие чувства испытываете? У меня, например, есть такая модель, что я могу найти какого-нибудь человека, который мне категорически, идеологически, прежде всего, и ценностно неприятен, который не имеет ко мне никакого отношения, но с удовольствием его баня, прям с удовольствием. Потому что я чувствую, что я совершаю добро в этот момент. Я вообще не забанил ни одного человека. Вот видите. И обфрендил один раз единственного своего друга, и это плохо кончилось. Плохо кончилось в том смысле, что это мой давний, очень давний знакомый музыкант. Я его обфрендил, вот он на днях умер, его оплатил это весь Фейсбук. Я даже ничего по этому пункту сказать не могу, потому что я испытываю перед ним дикую вину за этот, казалось бы, абсолютно незначительный акт. Вот, и поэтому будьте, друзья, внимательны и осторожны. Тут еще такой момент, наверное, про цифровой этикет. Почему-то принято, если ты работаешь в одном коллективе, значит, ты должен добавиться во всех социальных сетях. Некоторые делают это без какой-то предварительной договоренности. Например, если у человека закрыт Инстаграм, начинают все добавляться, и неловко отказать, как же ты не добавишь. Ты меняешь работу и хочешь, например, кого-то забанить, своего бывшего начальника, например. Но тебе неловко, потому что вдруг будет какая-то общая встреча, как же ты остальных коллег не забанила, а этого человека забанил. И тебе не хочется, чтобы он следил за твоим контентом. И вот какой-то это страх неловкости, проблема цифрового этикета, и на самом деле, не знаю, как это решать. У меня такая дилемма, я до сих пор хочу забанить человека, но не решаюсь, стесняюсь. Я могу очень кратко, я не специалист по этикету вообще ни разу, по цифровому в том числе, но мне кажется, что одна из самых больших проблем заключается в том, что мы отождествляем то, что происходит онлайн, с тем, что происходит офлайн. Мы отождествляем и переносим в онлайн систему отношений, которая у нас есть офлайн. Никто пока, по крайней мере, особенно если вы не подписывали в отделе кадров какие-то специальные бумажки, не заставляет вас и не может заставить вас раскрывать ваши персональные аккаунты, делиться какой-то информацией, подгружать туда каких-то друзей, каких-то фолловеров. Это ваше собственное поле, делайте там что хотите. Особенно если вы, например, напрямую не связаны с работой в медиа, в пиаре и так далее. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса, поскольку даже когда мы сегодня разговариваем, мы все время на самом деле отождествляем нашу онлайн жизнь с жизнью, довольно сложно на таком индивидуальном уровне договориться с собой и решить. Так вот, там неживые люди, там аккаунты. Они что-то транслируют, это что-то может быть с известной долей искренности или потому что мы считаем, что так надо, но моя переписка с этим человеком не дождественна моему физическому соприсутствию этому человеку. И поэтому имеет смысл огораживать свои личные границы, потому что иначе они будут вообще прозрачны, их не будет в принципе. И мне кажется, кстати, одним еще и следствием того, как развивается цифровая среда, возникает такое противодвижение. С одной стороны, есть идея за то, что мы должны жить в каком-то safe space, в каком-то безопасном пространстве, где мы должны подстраиваться друг от друга. С другой стороны, есть та самая прозрачность, благодаря которой можно пробить любой телефон, и вроде как эта прозрачность позволяет нам объединяться в сообщество. Но это абсолютно противоречит друг другу, потому что пока мы строим safe space, у нас безусловно будут скандалы, интриги, расследования, конфликты, которые будут притеснять кого-то. Это притеснение будет нарушать личные границы ровно до тех пор, пока люди не научатся их выстраивать. А они научатся это делать только в тот момент, когда они поймут, что safe space не полностью safe space. То есть, что безопасность не полностью безопасна. И в этот момент, может быть, мы придем к тому, что мы перестанем говорить о страхах, вот как больших, таких хатонических страхах, а начнем говорить о регуляциях. Потому что, на самом деле, следующий этап этого разговора, это разговор про регуляции, про то, что мы можем сделать, чтобы не бояться, чтобы иметь там, условно, ситуацию общественного надзора, ну и прочее. Мне кажется, мы к этому каким-то образом движемся. Ну что, друзья, если у вас есть еще какой-то вопрос, последний, это шанс его задать. 10 секунд, сверчки. Значит, давайте тогда мы будем завершать. А в завершении хотела бы сказать, что многие из тех тем, которые мы сегодня понимали, будут так или иначе обозначены и обсуждены в следующих дискуссиях. И я, тем более, за это благодарна прекрасным гостям, потому что мы, мне кажется, объяли необъятные. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Встретимся скоро в рамках цифрового суда. Крилл Гутенбергов. Спасибо. 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 Спасибо.